Ни для кого не секрет, что жители многоэтажек мечтают о капремонте годами, а то и десятилетиями. Но что делать, если долгожданный ремонт крыши производится некачественно или без соблюдения техники безопасности? Именно с такой проблемой столкнулись жители дома номер 4 по улице Молодежная. Что же там произошло, расскажем прямо сейчас. В рамках капремонта в сентябре этого года в доме по улице Молодежная обновляют кровлю. Но по словам местных жителей, подрядчики устроили для них настоящее испытание. В процессе ремонта рабочие скидывают снег и мусор с крыши прямо на землю, жалуются жители. Сегодняшнее утро началось с того, что вот видите вы, дорожка вдоль дома должна быть безопасна. Но здесь набросали, проще простого сбросить снег с крыши, с очередного участка, который планируется для ремонта, именно сюда и на людей. На крыльцо, сюда падает снег, лёд, мусор падает. Это регулярно уже происходит. Фасад весь испорчен, вот вы видите, цементом. То, за что мы бесконечно, в принципе, сражались с этой компанией. Но это бесполезно. В процессе ремонта рабочие скидывают снег и мусор с крыши прямо на землю, жалуются жильцы. По словам жителей и собственников помещения этого дома, они не раз обращались к управляющей компании и в фонд капитального ремонта. Но пока ясного ответа на вопрос, кто же контролирует рабочих, жители не получили. Несколько раз мы звонили в администрацию нашего Хасанского района. Звонили мы управляющей компании. Не раз мы вызывали, не раз мы составляли акты того, что безобразие это творится. Но вуз и ныне там. В свою очередь редакция СТВ направила официальный запрос в фонд капитального ремонта. Нам ответили, что работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу Молодежная 4 выполняет ООО «Легион». В адрес подрядчиков фондам направлено предписание требованием соблюдения мер безопасности при проведении ремонтных работ. В том числе и организации надлежащего ограждения опасных зон с помощью сигнальной ленты. Контроль проведения работ на объекте будет осуществляться ежедневно. Кроме того, фонд капитального ремонта информирует собственников многоквартирных домов о том, что на сайте фонда Приморского края предусмотрена возможность направлять обращения по разным вопросам, входящим в компетенцию этой организации. За ремонт мы платим регулярно, годами. Мы очень рады, что наконец работы начали производиться. Но то безобразие, с которым идёт нарушение техники безопасности, нас это очень не радует. Повлияют ли на подрядчиков все поступившие от жильцов жалобы, пока неизвестно. Но стоит отметить, что в случае, если компания недобросовестно выполняет взятые на себя обязательства, ей грозит крупный штраф и даже расторжение договора. Данная мера – достаточно значимое наказание. Если фонд расторгает контракт с компанией, то она попадает в перечень недобросовестных подрядчиков. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.